На защитном рубеже земли Муромской сегодня российские пограничники отметили свой воинский праздник. По традиции в этот день в Муроме пограничники приходят к Никола-набережной церкви. Восемь лет назад у храма был установлен и освящен настоящий пограничный столб. Куда отправился наш корреспондент Елена Петрова. Страну нашу от всякого слава постоянно избавляет мир без мятежи и тем так. Серьезные мужские лица в пограничных фуражках. Ни в одном храме Мурома не собирается столько людей. В разные года оберегавших границы родины сразу. Благодарственный молебен в честь еще одного прожитого Россией мирного года прошел в Никола-набережной церкви. Более 25 лет около храма на защитном рубеже земли Муромской отмечают свой профессиональный праздник муромляне, служившие в пограничных войсках. Встречались тут много лет подряд. Но в один прекрасный момент батюшка нам сказал, отец Сергий сказал, что мы собираемся, что тут оказывается не так просто. Здесь похоронены первые защитники отечества города Мурома. Есть легенда о том, что первые защитники города Мурома, которую озвучил еще граф Сан Саныч Ипанчин, наш заменитый краевед, они похоронены именно здесь, на этой горе. И поэтому как-то вот это сложилось само собой, никоим образом, ниоткуда, сверху абсолютно. Это чисто снизу и даже не снизу, а это даже чисто просто от сердца, от памяти. В честь Дня пограничника именно здесь был установлен и освещен настоящий пограничный столб, занявший свое место на первом защитном рубеже Древней Руси. Он стал единственным установленным в центре России, а не на границе государства. Это инициатива самих пограничников, я просто это благословил, не стал этому никак препятствовать. Понимаете, у каждого человека должно быть какое-то святое место, где они могут спокойно собраться, поговорить о своем. Здесь нет ничего. Никакой политики, чистое сердце, чистая душа. По преданиям, именно здесь, на месте установки столба, в 13 веке были захоронены первые защитники Мурома и границ Древней Руси. Рядом с символом границ установлен православный крест. Сегодня это место встреч добрых и верных друзей. У меня есть сослуживец и друг, муромский земляк. Мы с ним практически каждый год встречаемся. Были переходы длинные, 30-35 километров, полный боевой, по в минус 30, в минус 40 градусов. То есть сутки выживали, стрельбы боевые и возвращались в подразделения. Поэтому друг друга каждый год вспоминаем. Сильные духом мужчины, охранявшие рубежи Советского Союза, позже России, почтили память тех, кто ценой собственной жизни в разные годы отстаивал границы нашего государства. Елена Петрова, Александр Симонов, Новости Муром.